Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мерия Масаналы. Как карточный домик дома Игульбек Джановой рухнул на ее глазах. От ее жилья после сильного ливня, который в начале прошлого месяца обрушился на южную столицу, остались только обрушенные стены. Из дома женщина успела вынести только документы. За считанные минуты она осталась без крыши над головой. Последнее время не только в Кыргызстане, но и во всем мире наблюдается заметное увеличение стихийных бедствий. Тему продолжит Айтунок Нординова. Дома Игульбек Джановой рухнул на ее глазах, как карточный домик. От ее жилья после сильного ливня, который в начале мая обрушился на горы, тоже остались только обрушенные стены. Из дома женщина успела вынести только документы. За считанные минуты она осталась без крыши над головой. А вспомнить тот день ее и сегодня бросает дрожь. Когда пошел ливень, мы бросились чистить арки, чтобы уходила вода. Но ливень был до такой степени сильным, что, видите, стены обрушились. Дома начали разваливаться. Одно успокаивает, что никто не пострадал. Вспоминает жительница города Ош Айгульбек Джанова. О предписании на отселение житель Алайского района Сеид-Калу-Кулулулу получил еще пять лет назад. Специалисты выявили, что его дом расположен на опасном участке. В любое время, если пойдет сильный дождь, масса земли может сползти прямо на его жилье. Несмотря на то, что мужчина живет с постоянным чувством страха за свою семью, переезжать на новое место пока не собирается. Если честно, страшно. Особенно, когда идет дождь. Я практически не сплю. Но я здесь родился и вырос. С одной стороны, жалко оставлять свой родной дом. Да, нам со стороны государства были выделены земельные участки и суда в размере 200 тысяч сомов. Но этих денег сейчас хватает только залить в фундамент дома. А построить жилье на собственные средства пока нет возможности. Говорит житель Алайского района Сеид-Калу-Кулулу. Землетрясения, наводнения, пожары, оползни. Вот далеко не полный перечень происходящих природных катаклизмов в стране. Как сообщают специалисты, общая площадь земель пораженных оползнями составляет около 7,5% территории страны. В такую зону попадает и село Кырджел Сузакского района, где сошедший 24 мая оползень унес жизни шести человек. Дом Каныбека Турдалиева сель снес буквально за считанные секунды. Поток грязи был настолько мощным, что мужчину вынесло через окно. Он начался уже у соседей. Ему едва удалось спастись. А жизнь своих детей не смог сохранить. Мы в это время уже спали. Когда оползень обрушился на наш дом, было примерно полвторого ночи. Нас выбросило на улицу. Однако мои дети не смогли выжить. Им всего было 4 и 6 лет. Это самое страшное – пережить своих детей. Рассказывает житель села Кырджел Каныбек Турдалиев. Село Кырджел, где произошло ЧП, не первый год считается селеопасным. Первые предписания о переселении отсюда людей МЧС делало еще 10 лет назад. Я получил тот участок в 95-м году. А в 96-м было первое предупреждение от МЧС о возможных оползнях. Мы просили у местных властей, чтобы нам выделили участки в безопасном месте. Но никто нас не послушал. И вот он, результат. Сетует житель села Кырджел Мойдун Абдрахманов. Сегодня в республике, по данным МЧС, потенциально опасными для проживания считаются 23 тысячи участков. В то же время в стране сегодня имеется около 5 тысяч оползней опасных территорий. И только треть проживающих на этих участках после предупреждения МЧС по собственному желанию переехала. А остальные продолжают оставаться в зоне риска. На сегодняшний день, если смотреть на статистику, на оползне опасных участках в целом проживают 3613 семей. Из них 2270 переселено. Оползень входит в одну из опасных категорий природных катаклизмов. Единственное спасение от него – это если есть риск, то обязательное переселение. А на сегодня 1336 человек проживают в таких зонах. Из них 705 сегодня, получив от государства помощи, продолжают проживать в таких участках. Рассказывает министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов. И главная причина, что люди продолжают жить под постоянной угрозой от природных катаклизмов, по словам самих жителей, это нехватка земельных участков для переселения. Затормаживает решение проблемы маленькое судо, выделяемое со стороны государства, размер которой был установлен в последний раз в 2007 году. В 200 тысяч сомов. По предотвращению природных катаклизмов вопрос и правду стоит 90-х годов. Все соответствующие органы проводят необходимые мероприятия. В первую очередь, почему не удается решить проблему – это основа же за нехватки средств в бюджете. Также высоким потерям приводят и безлаберные отношения жителей к своей безопасности. Если взять вопрос суда, да, действительно маленькая сумма. Жалобы вполне обоснованы. Мы должны пересмотреть его размер. А в будущем мы должны стремиться к тому, чтобы таким слоем населения государство сама строило дома и переселяло их. Считает депутат Джоркенеша Сайдулан Ишшанов. В то же время министр чрезвычайных ситуаций Куватбек Буронов отметил, что профилактические работы по предотвращению природных катаклизмов и учениям по правилам собственной безопасности будут усиливаться. Так как в последнее время и во всем мире наблюдается заметное увеличение стихийных бедствий. К тому же и сейсмологи на текущий год передавали земельные толчки силой до 7 баллов. Изгодно со стороны министерства составляются планы мероприятий и на основании этих программ мы проводим все необходимые профилактические работы. К примеру, очистка каналов при возникновении угрозы сели, снижение рисков наводнения и зимнее время устранения угрозы схода лавины. У нас имеется около 20 видов повторяющихся природных катаклизмов, по предотвращению которых министерство постоянно проводит работу. Также проводим учения по обеспечению собственной безопасности в части при возможных землетрясениях. Говорит Кубат Пекбаронов. Эксперты говорят, для того, чтобы не стать жертвой селевых оползней, не лишиться нажитого имущества и не пострадать вместе с родными и близкими от природных катаклизмов, необходимо строить дома, проживать и переселяться в наиболее безопасные участки земли, как и рекомендуют и требуют государственные органы. Тогда подобные природные явления не будут страшны жителям, и они будут спокойно жить. Айтуна Хнурдинова, специально для ИДАБЛ ИПР.